Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 февраля, Православная Церковь совершает память блаженной Пелагеи Дивеевской. Родилась Пелагея Ивановна в 1809 году в Арзамасе, росла в доме сурового отчима. По рассказам матери, она с детства отличалась странностями, и мать поскорее постаралась выдать замуж дурочку. Два сына и дочь Пелагеи Ивановны умерли в младенчестве, когда молодые супруги побывали у преподобного Серафима в Сарове. Он долго беседовал с Пелагеей, дал ей четки и сказал, «Иди, матушка, немедля в мою обитель, побереги моих сирот-то, и будешь ты свет миру». После этого она с каждым днем как будто все более стала терять рассудок, стала бегать по улицам Арзамаса, безобразно крича, а ночью молилась на паперти церкви. Муж не понимал ее подвига, бил ее и издевался, приковывал на цепь. Однажды, по его просьбе, городничий жестоко наказал Пелагею Ивановну. Мать рассказывала, клучьями висело ее тело, кровь залила всю комнату, она хоть бы ахнула. После этого городничий увидел во сне котел со страшным огнем, уготованный для него за истязание избранной рабы Христовой. После многих лет ее страданий родственники, наконец, отпустили блаженную Евдивееву. Здесь она в первое время продолжала безумствовать, бегала по монастырю, бросала камни, била окна в кельях, вызывала всех на оскорбления себя и побои, становилась ногами на гвозди, прокалывая их насквозь и всячески стязала свое тело. Питалась только хлебом и водой. Много лет до старости ходила она на свою работу, кидала кирпичи в яму с грязной водой. Все перекидает, потом лезет вытаскивать и снова кидает. Во время смуты в обители блаженная по-своему воевала за правду. Что не попадалось под руку, все била да колотила и даже обличив архиерея, ударила его по щеке. После окончания смуты блаженная переменилась, полюбила цветы и стала заниматься ими. Игумене Мария ничего не предпринимала без ее совета. Всех в обители Пелагея Ивановна называла своими дочками и всем была истинной духовной матерью. Сохранилось много рассказов о случаях ее прозорливости. Прожив 45 лет в обители, блаженная скончалась 30 января 11 февраля по новому стилю 1884 года. Девять дней ее тело стояло в душном храме без малейшего изменения при большом стечении народа. Хотя была зима, она с головы до ног была осыпана живыми цветами, которые непрестанно разбирались и заменялись новыми. 31 июля 2004 года блаженная старица Пелагея Дивеевская была прославлена в лике местно чтимых святых Нижегородской епархии. В октябре 2004 архиерейским собором было принято решение о ее общецерковном почитании. Святые мощи блаженной Пелагеи, обретенные в сентябре 2004 года, положены для поклонения в Казанскую церковь Серафима Дивеевского монастыря. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и память святых, священомученика Ипполита и с ним мучеников Кенсарина, Савина, Хреси, Девы и прочих двадцати мучеников, преподобного Зенона Постника Печерского в Дальних пещерах, преподобного Зенона ученика, святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского, а также новомучеников и исповедников российских, священомученика Владимира Хрешиновича Пресвитера, мученика Стефана Наливайка. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!